Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дэйли. И сейчас я приехал к Кириллу в Rockstation посмотреть, как идет процесс по GTR. Он уже практически готов к покраске, цвет выбран, как вы помните. И буквально пару дней назад мне пришли кое-какие ништяки от GTR. Помните? Вот эти вот ножки стула, я их называю. А именно канарды, которые стояли у меня как-то давно еще при покупке. И кто внимательно смотрел мои видео, я их еще в мае отправлял в Москву, чтобы сделали точно такие же, но карбоновые и более аккуратные. Так как мне не устраивало вообще внешний вид их и толщина, слишком жирные были. Отправлял я Роме в Москву, карбончику. Он сказал, что все сделает в лучшем виде. Сделал по ним матрицы, я так понимаю, и сделал мне новые изделия. Почему так все задержалось? Потому что, короче, там заболели. Все это в итоге переросло в целое лето. Имейте в виду, что сроки могут пойти вообще, как всегда, нафиг. Я уже как бы с этим смирился, потому что изначально думал красить его-то вообще в июне. Но GTR в июне сюда не попал, поэтому он встал сюда только сейчас. И как раз-таки под покраску, в принципе, успели сделать и сами канарды. Или их еще называют элероны. Я не знаю, как правильно называть. Короче, в итоге, спустя 4 месяца, элероны мои канарды готовы, карбоновые. И сейчас я вам их покажу. Получились они очень знатные. Не зря столько ждал. Собственно, вот они. Полностью карбоновые. Вот эту часть внутреннюю надо будет подкрасить. А так они полностью из карбона. И самое главное, что они, видите, аккуратные, тонкие. Не то, что вот этот. Эти реально такие супер массивные какие-то. Короче, задача выполнена. Очень легкое изделие, очень аккуратное. Они сделаны ровно по форме тех старых. Вот именно вот здесь, по ребру. Но если что-то надо будет минимально подогнать, их можно будет подшкурить. Поэтому они не залачены. Их залачит уже здесь Кирилл. Но смотрите, как они будут смотреться, когда залачены. Красотища. Сейчас мне поможет Кирилл. Кирилл, привет. Салют, салют. Сейчас попробуем так кустарно немножко их примерить. Потому что сейчас идеально это не получится, конечно же, сделать. Вот это верхняя часть. Да, а вот это, получается, нижняя часть. Короче, здесь ничего не видно, ничего не понятно. Но в целом это будет смотреться так. Очень агрессивно, очень круто. Все подходит. Если что, минимальные доработки можно будет сделать по изделию. Ты же, если что, подгонишь, да, их? Ну и здесь вот черным покрасить кусочек. Это меньше из того, что придется подгонять. Это то, что пришлось подгонять. Геттер вот-вот уже поедет краситься. Сейчас, я так понимаю, финальная подгонка расширений, там, обвеса уже завершена. Сразу говорю, временные болтики. Здесь будут другие. Ты что, такие нельзя? Ты что, такие нельзя? Мы так не договаривались. Сзади здесь обработано все уже герметиком. Не простым, а напыляемым. Напыляемым герметиком, хорошо. А еще я привез заготовочку для сплиттера. Вот, помните, я ее готовил? Здесь сами крепления. И вот эта трубочка, которая окрашена в порошок, в черный цвет. Мне Грэдис Гараж ее покрасил тоже вместе с деталями от JZ. Ее остается только обрезать уже по месту, чтобы ровно-ровно сделать. Я ее резать не стал. Так, сплиттера, переднее расширение. Здесь еще все в процессе. Это задняя юбка. Бампер забавно смотрится без сплиттера. Стремно. Ну, в принципе, тут с прошлого раза ничего особо не изменилось. Так, внешне. Такие изделия получились. Мне нравится. Вот так выглядели старые. Еще раз их покажу. Их тут частично зашкурили, чтобы снять с них четко матрицу. И потом еще превратить в более тонкие, аккуратные изделия. Так что, если вам надо что-то сделать из карбона в Москве, ну, или из других городов с отправкой, можно обращаться к Роме. Единственное, что помните, договаривайтесь о сроках, и они могут измениться. По непредвидимым обстоятельствам они всегда могут измениться. Я просто уже не стал кипишевать. Подумал, ладно. Раз уж Гетер не покрашен еще, я просто хотел все реально заранее сделать, чтобы все было готово. Ну и как лето прошло, я понял, что Гетер еще даже не встал в малярку. Ну, конечно же, я спрашивал, когда, когда, когда. Вот сейчас главное, что сделали, и результат получился. Результатом я доволен. Круто получилось. Посмотрим потом, как они будут под лаком и на общем образе автомобиля. Еще такой интересный факт. Я просто решил заснять этот капот. Я видел в сторис, что здесь зазорчик немножко большой. Кирилл так посчитал. Мы сейчас подошли, я посмотрел, действительно, вот здесь присутствует зазор. И он больше, чем здесь. Мы открыли официальные аккаунты Liberty Volk. Посмотрели на тачки. У них, почти у всех автомобилей здесь присутствует зазор. Точно. Не врешь. Не знаю, почему они так сделали. Может быть, у это фишка. Кирилл сказал, что он что-то здесь собирается все-таки нарастить, чтобы этот зазор миниманизировать. Ну, согласись, красивее же, да? Когда ты смотришь на машину, у тебя они везде равномерны. У тебя здесь нет зазор. Согласен. Ну, ладно, он будет большим, окей, нет проблем. Но когда у тебя одна деталь выходит за другую, это же ненормально. Нужно, чтобы у них плоскость была одна. Сделаем. Да, но мы думали просто, может быть, есть изъяны в капоте или там в бампере. Я думаю, что просто они так сделали, им как бы пофиг на это. Да, конечно, Серег, я думаю, что там просто пофиг. Ну, кто там, у них машина с 5 метров выглядит, что-то все. Кто там входит? У носа-то входит. Что такое? Короче, этот зазор устраним. Хотя, видите, он на оригинальных автомобилях в Японии. Он везде есть. Приехал сейчас в Бус Моторс. Перед этим забрал посылку. Тоже, кстати, долгожданную. Тоже ждал ее очень много. Сроки вообще все провафлились. Но самое главное, что она доехала. Это кайловеры на Чайзера, BC Racing. Сейчас устроим анпекинг. Чувак, надо было сказать, это лютая подвеска, лютая. На самом деле, это не лютая. Это крутая подвеска, чувак. Это средний сегмент подвески. Я тебе, как BC Racing, а вот, могу сказать, что это офигенно. Да, у пархов, сись. Ладно, там на Чайзере BC Racing. У пархов на Логане BC Racing. Между прочим. Ну, чуть-чуть подешевле, конечно, чем у тебя. Я думаю, нет, они такие же. Нет, нет, я за 56 тысяч покупаю. Так это же та же серия, у них одна серия. Ну, видимо, просто на чайнику дорожу. Чайзер, наклейки, BR Kylovers. Че там, светится? С опорами, со всеми невами. Можно тебе на морчка подкинуть. Это мне? За что? Так, как они выглядят, сейчас посмотрим. Чувак, опоры там просто лютые. Кстати, у BC Racing такая тема, что сам заказываешь пружины по жесткости. Отгадайте, с кем советовался я, чтобы заказать пружины. Я написал Адаму ЛЗ, он мне ответил, какие пружины на его Чайзере. И он сказал, у него на жопе 8 килограмм, типа для держачка. А спереди аж 22 килограмма. Я взял такие же, так что попробуем американский спек, так сказать. Похоже, что 22 килограмма здесь. Ну почему, похоже, вон, жирные. О, 0,22 написано, видишь? Ну да, кстати. Ну плюс еще здесь на коробке подписано было, что 22 кг. Мои просто 22 килограмма. А, нет, да, такие же. У меня же сейчас вот такие же пружины тоже BC встают, но а морики говнище. А вот задние. Красота. Все щелкает. Серый, он чем пахнет? Триньгами. Я думаю, Чайзер будет доволен. В любом случае. Они очень похожи на перед и зад, на друг друга. Мы правильно пишем, одинаковые крепления. Просто у Сливы, обычно, знаешь, там одно крепление, сзади другое. Toyota Чайзер. Кстати, ключи есть? А, и ключи есть. Конечно же. А там на жесну бисерейся? Да. Обязательное условие. Ну, красота. Все новенькое, естественно. Как Семен давно рассказывал, да? Съедобные какие-то бывают. Да, бывают съедобные. Не знаю, можешь попробовать. Блин, вот новые кайловеры всегда приятно. Супер приятно. Вот я вам отвечаю. Тут даже, типа, гарантийные вот эти штучки есть, да? Ты вписываешь там номер тачки, имейл свой. Эмейл? Да, вот есть. Ну, на каждой, видимо, 4 штуки должно быть, наверное. Реально гарантийные. Ну, конечно, мы по гарантии ничего не вернем. Они мне ехали 100 лет. Но приятно все равно. Так, что у нас тут? О, вот это вообще какие-то козырные наклейки. Я думаю, на твою тумбочку пойдут брошюрка. Это BR серия. Ничего такого сверхъестественного. Самые крутые, это у них с выносными бачками. Естественно, они там стоят вообще космос. А сейчас с таким курсом и эти тоже стоят космос. Я помню времена, когда кайловеры стоили 30 тысяч новые, брендовые. Когда доллар был 30. Пархо там уже наклеил. На самом деле подвеска, хоть и считается, ну как, пархоз сказал, что она дорогая. На самом деле она стоит, как и обычная подвеска новая. Мне еще привезли, конечно же, со скидками. Поэтому они вышли мне в 60 с небольшим. Лучше новой подвески, как говорится, ничего нет. Потому что когда покупаешь БУ за 1025, чаще всего это БУ оказывается или там... Ну, резьба не крутится, и это, конечно, меньше из зол. Но самое главное, чтобы они не вытекали. А БУшные бывает такое, что покатаешься, покатаешься, они сразу вытекают. Я пробовал подвеску Каспорт. Каспорт мне не очень понравилась. Новая тоже. Она стоит точно таких же денег. На лавре у меня была Каспорт. У меня через год даже меньше потекли задние стойки. Причем обе стойки. Потом я заказал BC-шки на лавра. И сейчас на них до сих пор катаюсь. Все с ними в порядке. Поэтому на Chaser я заказал тоже BC Racing. В этот раз заказывал у BodyBeat. Причем я заказывал в пандемию, когда был июнь. И тогда я у всех спросил, кто возит подвеску. И тогда мне все давали сроки. Серег, не раньше, чем через 3 месяца они приедут. Очень сложно сейчас. И BodyBeat мне единственный, кто сказал, что за месяц мне привезут. Даже, возможно, поменьше. Там 3 недели месяц. Я такой, о, давайте, все круто. Все договорились с ними. Но сроки, как обычно... Ну как, не как обычно, как я уже привык. Сроки все просрочены. И поэтому они приехали вот только сейчас. Это, получается, прошло 4 месяца практически прошло. До того, как они мне доехали. Но, опять же, главное, что доехали. Тем более, что, мне это вообще везет в этом плане. Чайзер сломался, до сих пор стоит. Так что, даже раньше, чем Чайзер выехал. Они ко мне доехали. Поэтому, как и обещал, я там свои обещания все сдерживаю. Стирочка на BodyBeat будет внизу. Можно у них заказать стойки. Можно заказать другой тюнинг. Но обязательно уточняйте сроки. Договаривайтесь по срокам. Как я в предыдущий раз и говорил. Сроки бывают все просераются. Вот, как говорится. Но, главное, что доехали. Я рад. Бесишки у меня. Стирочка на BodyBeat, как я уже написал, внизу. Хоть меня в один момент бомбило, конечно. Почему мне не везут стойки, вы же обещали. Но, в принципе, я понимал. Еще даже при заказе понимал, что вряд ли за месяц в пандемию можно привезти что-то из-за границы. Все равно я рад. Все равно рад. Потому что цена хорошая. Потому что, парни, и по доставке мне тут сделали бонусы. Короче, круто. Как я уже сказал, передние пружины 22 килограмма. На тяжелую морду Чайзера. Ну, Адам Элзи катает. Что, посмотрим, проверим. Вспек, да? Адам Элзи. Да, а у него турбина какая? Перформанс? Не, у него гард. Все, извините, не успех. Ладно, по подвеске. Ну, по подвеске, по подвеске. А ты знаешь, какие у него там? Не, я не знаю, что у него по вывороту вообще, непонятно. Так, а задние пружины 8 килограмм. Видите, здесь сразу можно это определить. У них написано в конце 0,8. 8 килограмм. 22. 22 килограмма. Конечно же, есть регулировка жесткости. Вот она крутится. У Бесих вот эта тема не вытаскивается. Ну, если ты, да, на ДГР, допустим, ты просто туда опустил шестигранник. Да, да. Нет, она вытаскивается, но так просто не вытаскивается. Да, это хорошо. Никогда не потеряешь их. Да. Ну, а так обычные фуллтапы, в принципе. Новенькие, так не загаженные. А ты будешь чехольчики одевать или изоленту просто здесь бахнуть? Ну, изоленту по-любому надо бахнуть. Блин, чувак, я тебе скажу, знаешь, какую вещь? У меня на Тейнах просто было накручено, вот как я купил их. Они все в песке, все в говне. Ничего не заклеено было, все крутилось реально. Круто. Я просто почистил корщетку и все. Уехал из Бус Моторса. В принципе, на сегодня план выполнен. Заехал и к ГТРу, посмотрел, как идет процесс. Все движется к тому, чтобы его уже покрасить, но, как вы видели, там довольно все кропотливо и не зря долго, потому что работы реально много. Не просто взять, там, зашкурить машину и покрасить, а так как полная подгонка обвеса, полное моделирование, можно сказать, ну, с нуля. Ну, не с нуля, но практически с нуля, потому что там все переделали, чтобы нормально все это стояло. Оно как бы и раньше нормально стояло, не только на видео, да, с трех метров, а оно и вживую смотрелось-то неплохо. Вот реально, мне никто не говорил, что там Серега, это криво, это косо. Но, видите, можно лучше, лучшего в несколько раз. Такая, в принципе, и задача была поставлена Кириллу, чтобы сделать все просто филигранно, круто, как он умеет и полностью довериться его вкусу. Потому что у него большой опыт и, как бы, есть вкус к этому всему. И самое главное, руки из того места растут. Поэтому ГТР потихонечку-потихонечку делается. И самое главное, что уже, в принципе, практически готово. Я думаю, там где-нибудь 80% уже сделано. Осталось только покрасить, короче, самое главное. Да, там еще есть работы по бамперам, получается, по заднему бамперу. Там будет у нас не просто один цвет, да, который я решил вот из этих серых. Там будет еще черный цвет, черные будут губы, черные будут какие-то части расширений, пороги частично будут черные. Все именно сделать так на стиле, как делают как раз-таки Либерти Волки, все вот японские, японские мастера, японские расширения. Но, например, вот тема с капотом меня сегодня реально удивила, что я подумал, блин, может у меня что-то не так. Реально смотрю фотки сначала в кугле, смотрю все так же. Думаю, ну, может быть, там тоже что-то не так. Залез на официальный инстаграм-аккаунт, смотрю фотки, и там такой же зазор. Ну, то есть, например, у них это нормально, да, никто там его не исправляет. На 90% фотках там был этот зазор. Но Кирилл решил все как бы сделать по максимуму, по-крутому. Все, чтобы были зазорчики все, поэтому и это дело он тоже постарается подправить как можно лучше сделать. Короче, здесь я полностью ему доверяю. Единственное, что я там координирую по каким-то основным вещам. Посмотрите, потихоньку, потихоньку, по болтику, по винтику собирается JZ. Ну, как накидывается, получается. Там не собирается JZ, там изначально просто взял контрактный мотор. Была задача его обслужить, накинуть навеску всю мою, перед этим ее покрасив, и поставить в чайзер. Вот потихонечку это делается. Я уже, как бы, тороплю, ребят, как могу. Но там, видимо, дел очень много, поэтому все это очень медленно все делается. Потому что, ну, я знаю, как можно делать, и как они делают. Можно это сделать реально там в неделю, просто весь фронт работ. Но, к сожалению, затянулось это у нас на несколько месяцев. Ну, в принципе, сегодня, вот вы поняли, такая серия, которая повествует о том, что все может затянуться нафиг на несколько месяцев. Ожидаешь одних сроков, а в итоге выходят совсем другие. Так сказать, когда нету, знаете, никаких соревнований, ивентов, на которые торопимся, на которые есть дедлайны, всегда это растягивается. Далее уже машина отправится к Диме, к Васову, и он будет ее настраивать. Ну, и, конечно же, доволен, что пришла подвеска. Подвеска это то, что не хватало чайзеру. Он был мягкий, ну, реально такой вот, прям не дрифтовый, как я люблю, жесткая подвеска, жесткая морда. Куско, они хорошие, аморты, реально, ну, вот для города идеально, наверное. Города плюс чуть-чуть там закинуться бачком. Но чисто гонять на треке, постоянно тренироваться, парные какие-то заезды, дикие постановки, все-таки, мне кажется, это не куско. Но это мое мнение. Я знаю, что очень много ребят гоняет как раз на этих куско кайловерах и очень их любят. Мне они просто, наверное, не зашли именно по жесткости. По жесткости они мне не очень зашли, поэтому я купил себе другие. Ну, и на этом наша серия подходит к концу. Спасибо огромное, что посмотрели, спасибо, что поставили лайк. С вами был Серега Стилов. Строите свои тачки и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok